Постоянно зрители Спасской башни, конечно, с восторгом встречают на фестивале Мира и Матьё, но они в обиде и прославлены коллективы с других стран мира. Как можно остаться, например, равнодушны к выступлению оркестра Корпуса Карабинеров с почти 200-летней историей? Или его ровеснику, оркестру Кирольских Императорских Стрелков? И это далеко не все участники смотра. Третий день фестиваля по традиции открывает президентский полк. В этом году единственной в своем роде части исполняется 80 лет. Впервые среди участников оркестр полиции Сингапура. Старейший коллектив этой страны был создан в 1925 году. Сегодня в нем 75 музыкантов и несколько составов. Военный оркестр, квинтет, духовой квинтет и духовой ансамбль, а также уникальный женский ансамбль волынок. Сингапур — это сплав четырех культур, поэтому наши костюмы сборные. Верх европейский, рукава малазийские, кисточки на платье — это Китай, а юбка символизирует индийскую культуру. Мы исполним национальную песню о цветке любви. Кельтский оркестр волынок и барабанов специально был создан в этом году для выступления на фестивале «Спасская башня». Его участники — музыканты из европейских стран с общей кельтской историей. Один из самых известных волыщиков Европы — Дэвид Джонстон, руководитель оркестра. Об участии в фестивале Александрос Лиссардопулос, дирижер сводного оркестра вооруженных сил Греции, говорит с особым трепетом. На «Спасскую башню» приезжают уже в четвертый раз. Коллектив состоит из оркестров военно-воздушных сил и военно-морского флота. Последний был создан в 1880-м и принимал участие в церемонии открытия первых Олимпийских игр. Нам особенно приятно выступать в рамках перекрестного года наших стран. Кстати, в Греции 2016-й — это год кинематографии, и мы решили исполнить музыку из популярных греческих кинофильмов. И, конечно, вы услышите сертаки. В этот вечер выступили оркестры корпуса карабинеров, тирольских императорских стрелков, армии обороны Израиля и многие другие самобытные, уникальные в своем роде коллективы. Специальный гость фестиваля — Тамара Гверцтелли. Мария Трофимова, Владимир Полунин. Новости культуры.